Сюнил Р. Шах и Империал Энтертейнмент представляют Всем привет, ребят! Приветствую на канале VideoKits из 90-х, а также любители ретро-игр. И сегодня, ребят, у нас небольшая распаковочка видеомагнитофона Sony. Ну и так, в двух словах об этом виде. Ребята, приобрел я его за 200 рублей. Естественно, он мне обошелся за 200 рублей плюс доставочка. Ну, доставочка была в районе 500 рублей. Итого у нас получается 700-800 рублей. Ну, ребята, я не знаю, зачем я ее приобрел. Это была опять спонтанная покупка. В объявлении было указано, что он не воспринимает кассету, не кушает кассету, не загружает кассету, не вставляется кассету. Ну, ребята, конечно, я его разобрал, и там был в шоке, охерел. Там было кладбище тараканов. Вот такие вот пироги, ребята. Еще отдельно приобрел пультик тоже за 200 рублей. Пультик, ребята, не от этого видека, но более-менее подобрал по модели, чтобы подходило все по кнопочкам и сходилось. Сейчас мы, ребята, распакуем и посмотрим, что он из себя представляет и в чем причина. Буду разбираться, в чем причина. Ну, так, а начнем мы распаковывать, конечно же, с пультика, ребята. Самое главное пультик, чтобы не вставать с дивана, все переключать и все включать. Еще раз повторяюсь, пультик мне обошелся за 200 рублей. Переписывался с девушкой, она продавала видик. Так, я говорю, мне видик не нужен, нужен пульт. Могу забрать видик по цене пульта, но она не согласилась. И договорились за 200 рублей, что она отдаст мне пульт. Сколько не знаю, в чем прикол продавать видик без пульта. Вот такой вот, ребята, пультик Sony квадратный. Из 90-х, когда было все квадратное и большое. Модель RMT-V132G VCHS. Ох, нихрена себе, ребят. Тут даже батарейки есть в комплекте, зашибись. Ну, как обычно, в описании было указано, что пультик рабочий. Ну, ребят, мы, конечно, его потом разберем и почистим. Но сначала, в первую очередь, видик разобрать надо и устранить неполадку. Повторяюсь еще раз, я его разбирал, уже почистил, более-менее пропылесосил, потому что там был пиздец, одним словом. Кладбище тараканов. Я в ахере был, когда я его вскрыл, так сказать, разобрал. Был в шоке. Так, ну что ж, давайте приступим и посмотрим, что же там в коробочке и в пакетике. Ну, ребят, прежде чем могу сказать, в этом видосике мы, скорее всего, распакуем видик, разберем, посмотрим, почему он не включается, почему что-то там не заезжает. Ну, кто, ребята, в курсе, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, в чем причина. Но, мне кажется, дело просто механическая причина. Либо растянулись пасеки, либо где-то что-то подзаклинило. Вот такие вот пирожки. Давайте приступим к распаковочке. Вот, наблюдаем вот такой вот кабелек. Ребята, оригинальный, он не черный, не знаю, передает камера, он такого коричневатого цвета. Оригинальный японский кабель. Вот здесь вот хорошо видно. И вот такой вот видик, ребят. Упаковано вообще было хреново, скажу. Вот, коробка и пакет. Никаких бумажек, никаких уплотнений, чтобы он не повредился при транспортировочке. Ну, пиздец, одним словом, ребята, упаковка была. Так, давайте как-нибудь по-другому сделаем. Так, на диванчик переехали. Вот такой наблюдаем видик. Логотип Сони, ребята. Вот, такой есть почуханный, поезженный времени. Наблюдаем надпись, да, про 4 Hz. Ребята, это, скорее всего, означает, что он 4-горовочный. Вот, мне интересно, что такое. Это SLV-X57. Это, понимая, модель. А вот это вот обозначение значит, что что-то связано с тринитроном. Мультисистемный, видимо, он. Палси, Кам, НТС. Вот такие пирожки. Так, давайте вот так поближе сделаем. Здесь вот так вот открывается все. Чик. Наблюдаем. Сони. Color System. Полсякам. Вот здесь вот такие вот кнопочки. Они, как бы сказать, прорезиненные, что ли, такие мягенькие. За 200 рублей, ну, не знаю, если восстановить, вообще будет огонь. Ну, естественно, его почистить. Надо помыть. Вот такая вот штукенция, ребята, вообще в ахере. Так, с этой стороны, что у нас? Сони. Сони, Сони. Видеокассет-рекордер. 110-240 вольт. 50-60 герц. Покупал, ребята, из-за того, что он НТС-шный. И показывает. Ну, так сказать, в японском, в американском формате, может показывать. Но это я уже своими словами говорю. То есть в 60 герц. Где картинка четче и быстрее, так сказать. Ну, здесь, как мы наблюдаем, это уже я выяснил, что это настройка изображения, когда при антенне не включаешь. Здесь это регулировка звука, чтобы хрипов не было. Ну, здесь выход наблюдаем из бананчиков простой. Здесь разъемчик под питание. Самое главное, самое главное, а что производство-то, что у нас не написано почему-то? Что производство? Сони Корпорейшн. Сони Корпорейшн. 3,95-3,951-741-91. Позвонить по этому телефончику, что интересно, скажут мне. Вот такой видосик. Видик, вернее. Ну, грязный весь, зачуханный. Сейчас, короче, я его разберу и будет включение. И посмотрим, в чем причина вообще, почему он не показывает, почему не срабатывает. Ну, так, ребятушки, зверятушки, разобрали видик. Наблюдаем вот такой видосик. Внутри видосика, смотрите, кладбище тараканов. Я его разбирал, пылесосил, до сих пор тараканы вываливаются мертвые. Трупы тараканов. Причина в чем, ребята, не знаю, кассетка заезжает, но почему-то не вращается. Вот это, так сказать, правая головочка. Не знаю, в чем причина. Надо, по ходу дела, частями разбирать, смотреть, смазать. Просто нужна намекаться. Обслужить его, все смазать, все поплевать на него и почистить. Вот такая вот снега здесь. Да, наблюдаем сенюю резиночку. Пасек, ребята, был. Вот он, я его снял. Думал, дело в пасеке, потому что он, так сказать, проскальзывал, просвистывал. Сейчас все включим и убедимся, ребята. Все, что, как оно и есть. Наблюдаем сони. Везде все сони, видать, логотипы сони стоят. Так, интересно, год производства-то какой у него. Сони, 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 сони. Трупы тараканов вываливаются. Пиздец, блядь. Название, наверное, так и будет с кладбищем тараканов. Что-то связано. Не вижу года производства. Никакой печати, чтобы было. Ладно, давайте сейчас подключим и посмотрим, в чем причина, почему и как вообще, как он работает и что себя представляет. Ну так, вот, подключил я его. Как видим, что все загорелось. Выключаем. Включаем. Головка крутится. Головка крутится, дела наладятся. Берем вот такую кассетку, ребят, она у меня уже убитая, пожеванная. Вставляем. Надо. Вот, лентопротяжный механизм пошел. И не хотим дальше. Нажимаем Play. Play загорелся. Но не хочет головка крутиться. Что-то не так. Где у нас Edgest? Давай, вылазь, вылазь. Что-то вообще заглючил. Тяжеловато что-то ему. На. И вот такие пироги. Заживал. Ах, блядь, кассету. Так, давайте перевернем на бачок, чтобы никто не уволок, так сказать. Еще раз вставляем. Так, вставляем кассетку. И она почему-то не вставляется. Сейчас. Как видели, что это вставлялось, а сейчас не вставляется. Еще разок. Нифига. Что за нафиг? Давайте еще разочек. Да еб твою мать. Так, ребят, не знаю, может делать в этом пасеке, потому что вот этот ролик прокручивается, не знаю. Либо растянута резиночкой. Сейчас посмотрим и увидим. Покажу вам, вернее, так сказать. Вот, видим, что она крутится. А этот ролик ни хрена не крутится. А это крутится. Хотя сейчас срабатывает. Кажется, где-то причина, где-то вот здесь. Либо что-то подзаклинило там. Может таракан. Труп таракана лежит и дает. Либо пасек растянулся. Хотя, хрен знает, резинка тоже. Ставлю вот эту, она поменьше, как сказать, натяжка лучше, все равно не срабатывает. Опять крутится. Но здесь что-то не крутится ни хрена. Подзаклинило. Чего-то не дает ей. По часовой стрелке должна получается крутиться. Ну вот, ребят, было такое небольшое видео. Не знаю, даже сейчас попробую, разберу его. Конечно, я весь не буду разбирать. Попробую более-менее, так сказать, частями, блоками разобрать. И посмотреть, в чем причина здесь. Примерно хотя бы понять, в чем. Не знаю, стоит ли продолжать или вообще загружать это видео. Но не крутится, вот сюда не срабатывает. Эта шестеренка почему-то не подъезжает. И вот эта вот... Вот эта херня, вот колесико, как я правильно выразить. Сюда не подъезжает. Эта вот не срабатывает, не крутится. Она вообще как-то туго сама по себе крутится. По сравнению с этой. Сейчас, короче, попробую разобрать частями. Не знаю, даже стоит вообще снимать, выкладывать это видео. Но не знаю, что получится. Так вот, чуть-чуть разобрал. Вот включая и выключая его. Вот эта вот шестереночка, она не доходит почему-то, ребят, до конца. Смотрите, сейчас. Снова включу. Вот, подошла. Чип типа так должна пленка натянуться. Нажмем play. Ага, play-кассеты нет. Сейчас опять нажимаем. И тяжело, что-то подзаклинило. Вот сейчас чип сработало опять. Давайте попробуем ставить кисетку. А кассетка не вставляется. Почему-то не вставляется. А почему? Давайте нажмем play. Четко вот здесь подклинивает. Вот в этом месте опять резинку поставил. Смотрите, нажимаем. Крутится. Опять нажимаем. Вот и чё, ё-моё. Только же свистело. Во-во-во-во, видите? Подзаклинило. Это крутится ролик. А резинка здесь провисает. Чё-то здесь заклинивает. Либо в механизме не дают, что там. Сейчас будем разбираться ещё. Вот ставил кассетку. Нажимаем перемотка. Перемотка загорелась. И смотрите. Ещё разок. О, дали. Не даёт. Почему-то что-то и крутится. В обратную сторону. Ну, тут всё крутится. Головка крутится. В обратную сторону. Тот же самое. Ну, давай. Не знаю, ребят, в чём дело. Надо, короче, разбирать всё. Сейчас потихонечку буду разбирать и смотреть. Надеюсь, что всё получится. Так, вот сидел просто тыркал, тыркал. Нажимал перемоточку. И вроде что-то как-то с натяжкой она мотает. Кассетка мотается. Ну, вот такой звучок. Идёт. Не знаю. Сейчас пока разбирать не буду. Просто попробую с челком её повозить. Может что-то разработаете. Ну, пока идём. Дело к лучшему. Хоть что-то заработало. Ну, тяжело. Что-то где-то тяжело, ребята, и крутится в кассете. Ну, не кассете, а головки не вижу. Чё-то мне не получается его разобрать. Скорее всего, получается. Но у меня инструментов таких нету, чтобы подлезть туда отверточкой. Чтоб снять этот механизм и добраться до этих роликов. Ну, самое главное, что смотрите, нашёл 23-е, 07-е июня, или что-то подобное. 86-й год. Ребята, древний, да? 86-й год. Как раз в Чернобыле произошла авария. Механизм. Забрасывание, так выкидывание откидок, вставляние кассеты. Не знаю, сейчас ещё поковыряясь, не знаю, получится, ничего не получится. Хрен его знает, блин. Киты, ребята, успехи, продвижение есть. Не знаю, сидел его, дрочил, дрочил, нажимал всё в подряд. Смотрите, всё закрутилось. Вопрос в том, есть ли сигнал. Давайте попробуем на перемоточку сделать. А перемоточку-то он не хочет, почему-то. Всё равно ему тяжело, чё-то. Пускай так поработает, наверное. Я так думаю, может, чё-то где-то припрётся. Припрётся, говорю. Притрётся. Может, заработает, так сказать. Но не знаю, ребята. Я не мастер по видеомагнитофону. Первый раз в своей жизни разобрал видеомагнитофон в целях починки. Чё-то хрен знает. Чё-то у меня ни хрена, по ходу дела, не получается. Уже в мыслях было плюнуть на это дело и отнести в мастерскую. Чтоб хотя бы узнали, в чём причина. И тут он, хоп, сразу кассетка закрутилась. Вопрос в том, как сейчас узнать ли. Выдаёт он сигнал. У меня просто таких проводов нету, длинных, чтобы телеку подключить. Блядь, отключать его у них хер знает. Неохота. Вдруг он в следующий раз уже не включится. Самое главное, ты ещё что заметил? Кассетка крутится, а счётчик ленты что-то не воспроизводит, не показывает почему-то. Может здесь какую-то надо волшебную кнопку нажать. Таймер. Чё такое? Квик таймер. Давайте нажмём. Нажимаем, а изменений никаких нет. Чё за кнопка реплей? Кстати, горит автотрекинг. Кнопочка реплей. Блядь, в обратную сторону. Так, плей, воспроизведение. Вот опять не хочет. Тут только что работал и. Перемо тачка. Давай, дружище, заводись. Ты чё, не хочешь жить? Дарить ещё много эмоций и удовольствия мне. Давай, 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 ещё, дружище, давай. Блядь, вот чё-то не даёт ему. Нажимаем play. И вот проскальзывает, видим, да. Блядь, хер знает, ребят. В чём дело, хер знает. Разобрать я туда не могу подлить. У меня таких отверток нет, чтобы не профукать, ничё, блядь. Тут надо пинцетики и маленькие отверточки. У меня таких нет, у меня все здоровые для машины, блядь. Сейчас ещё раз попробую, чтобы воспроизвёл кассет. Начал показывать, типа такого. Ну вот так, самое главное, решил проверить, выдаёт ли он видеосигнал. Вообще, картинку будет показывать или нет. Что-то вообще зашумел. Так, кассетка крутится. Так, у нас там жёлтый-белый. Подключаем. Чё-то нифига. А, не туда воткнули, ребята. Так. Ну уже плюс есть, чё-то скажет. Ну вот, понажимал автотрекинг, ребят. Чё-то показывает. Ну, картинка, смотрите, какая чёткая. Четыре головки, ребята, дают себе знать. Ну, почему не перематывай. Давайте нажмём на перемоточку. Вот, держишь он. И всё. Ну, сигнал уже есть, уже хорошо. Давайте нажмём ещё раз на play. И опять какие-то глюки. Ну, ты чё, дружище, давай. Опять не хочешь. Давайте попробуем достать кассетку. Достаётся с плёночкой. Сейчас замотаю плёнку обратно. Экранчик неожиданно, да, вообще как-то. Оставляем кассетку опять. Замотали её. Нажимаем playчик. Ну, картинка пошла почему-то. Странно. Здесь идёт время. Про воспроизведение. Тут не показывают. Не знаю, может где-то какие-то настройки надо. Не разбирался. Ну, вот почему не перематывает. Давайте ещё раз. Не знаю, это может ручной режим какой-то. Так и должно быть, что так чё сделал. Нажимаю. Давайте попробуем выключить. И нажмём на перемотку. Перемотка загорелась, но ничего не происходит. Так сказать. Давайте ещё раз play. Ничего не хочет. Ну ты чё, дружок. Давайте достанем кассетку. Ну, не знаю. Мне кажется, что дело где-то... Ребята, где-то где-то вот в этой части. Где-то подклинилась. Почему-то не перематывает. Либо пасеки уже растянулись. Не хватает натяжки, чтобы промотать. Ну, как видим, что видик уже рабочий. Уже картинку выдаёт. Показывает. Не знаю. Скорее всего... Что, скорее всего? Да ничего, скорее всего. Плейчик нажали. И опять ни хрена. Поигрался с трейтингом. Картинка вообще чёткая. Видик работает. Здесь время идёт. Здесь почему-то не идёт. Возможно, где-то надо в настройках переключать. Не знаю, ребят, что дальше с ним делать. Скорее всего, наверное... Отнесу в мастерскую. Либо пока будет время, покопаюсь сам. Потом расскажу, в чём причина. Что и как было устранено. Ну, вот такое было небольшое познавательное видео. По видеомагнутофону Sony. Кладбище тараканов. Так оно и будет называться, скорее всего. Всем, кому понравилось, ставим лайкосик. Кому не понравилось, ставим дизлайкосик. Специально такое видео, чтобы не затягивать, так сказать, в двух частях. Когда я уже разберусь, в чём дело, заснимем следующее видео и расскажу, что и как. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok